Добрый день. Ну что же, 202.11.22 телефона прямого эфира. Мы традиционно работаем именно так, чтобы у вас была возможность, уважаемые телезрители, позвонить к нам в студию в течение 30 минут времени в вашем распоряжении. Задавайте, пожалуйста, свои вопросы касаемо нотариальной действий. Ну а говорим мы сегодня о соглашении об уплате алиментов. Продолжаем эту актуальную тему. Задавайте, пожалуйста, вопросы по теме. Ну и первый вопрос, что такое соглашение об уплате алиментов. Полин, если я правильно понимаю, что оформление данного документа теперь отдано нотариусам, расскажите, что это за документ и почему, собственно, так произошло. Но оформление данного документа подлежит обязательному нотариусу. Не теперь, это было давно. Данное соглашение является гражданской правовой сделкой и заключается между лицом, обязанным оплачивать алименты в силу закона и лицом, имеющим право на получение этих алиментов. Регулируется он гражданским кодексом, семейным законодательством. Также специальный вопрос регулируется постановлением пленом от 96-го года. Хорошо. Ну вот в каких случаях и на какой срок можно заключать это соглашение об уплате алиментов? Срок, порядок уплаты алиментов зависит от лиц, которые, соответственно, имеют право на их получение. Для начала нужно определиться, кто имеет право на получение алиментов, соответственно, кто обязан их уплачивать. Во-первых, обязаны содержать своих несовершеннолетних детей, соответственно, трудоспособные родители. Также трудоспособные родители обязаны содержать своих нетрудоспособных совершеннолетних детей, то есть уже по каким-либо причинам, либо при наличии инвалидности, либо каким-то иным причинам. В случае, если лицо находится в трудной жизненной ситуации, ребенок, даже если он уже достиг 18-летнего возраста, обязанность по содержанию также остается на родителях. В свою очередь, трудоспособные дети, достигшие совершеннолетия, обязаны оказывать поддержку и материальную помощь своим нетрудоспособным родителям. То есть, если родители обратятся за заключением этого соглашения, ведь верно? Да, соглашение, оно имеет добровольный характер. У лиц, которые имеют право на получение алиментов, соответственно, есть право не обращаться за их уплатой. Также право на получение алиментов в случае невозможности исполнения обязанностей родителями, обязаны уплачивать алименты, это братья, трудоспособные содержать своих нетрудоспособных братьев и сестер. Также обязаны обеспечивать содержание бабушки и дедушки своих внуков, и наоборот, в случае невозможности поддержки материальной родителей. И очень интересная категория платильщиков и получателей алиментов – это супруги. Определенная категория. Здесь виды различаются в зависимости, во время брака осуществляется плата алиментов или же после его расторжения. Вот давайте мы более подробно этого вопроса коснемся позже. А сейчас ответим на звонок и вопрос телезрителей. Алло, говорите, слушаем вас. А, вот добрый вечер. Добрый вечер. А подскажите, пожалуйста, мне вот с мужем нужно составить, ну, своего рода добровольно, да, соглашение об уплате алиментов, чтобы каким-то образом войти без суда, потому что это и временные затраты. Вот скажите, как это можно сделать? Я слышала, да, можно к нотариусу обратиться, как-то в школе процесса. Да, спасибо. Хороший вопрос. Соглашение об уплате алиментов, оно заключается в простой письменной форме и подлежит обязательному удостоверению нотариуса. Соответственно, чтобы его удостоверить, если обе стороны согласны на условия, которые выдвигает каждый из сторон, соответственно, обращается к нотариусу, к любому нотариусу, здесь привязка к месту совершения нейтрального действия не имеет значения, представляет документ, удостоверяющий личность. Соответственно, если это оплата алиментов на несовершеннолетних детей, здесь вот не было сказано обращение, и, соответственно, нужно еще представить документы, помимо удостоверяющих личность, подтверждающие родственные отношения с детьми на свидетельство о рождении, и документы, которые подтверждают заработок. Поскольку алименты на несовершеннолетних детей, они должны уплачиваться в размере не менее, чем установленном в судебном порядке. Напомню, что на одного ребенка уплачивается не менее 1 четвертая заработка, на двух не менее 1 третий, и от трех и более детей не менее половины заработка или иного дохода платильщика алиментов. Но ведь заработок может быть получен не в чистом виде, только как заработная плата, бывают же какие-то иные доходы. Каким образом рассчитать здесь алименты? Вот такой вот вопрос. Но ведь не секрет, что бывает, что официальная зарплата маленькая, а остальная зарплата... Да, но в этом как раз заинтересован получатель алиментов. Получатель. Что нужно сделать в таком случае? Соответственно, если мать ребенка знает, что доход скрывает, соответственно, плательщик алиментов, нужно обращаться в органы, которые осуществляют контроль за денежными средствами. Это может быть декларация о доходах налоговая, то есть это для индивидуальных предпринимателей, либо для лиц, которые занимаются частной профессиональной деятельностью, нотариус, адвокаты. Также это справка из пенсионного фонда о начислениях. Либо, если же очень часто такое случается, что обращаются за удостоверением соглашения о плате алиментов для получения социальных выплат, чтобы подтвердить доход, который менее прожиточного минимума. Они все-таки пытаются как-то уйти от реальных доходов. Соответственно, нотариус обязан в этом случае требовать справки из пенсионного фонда. То есть нотариус сам запрашивает эти документы? Нет, нотариус требует эти документы. Это документы, которые не предоставляются к нотариусу. Они выдаются только на руки следственному лицу, в отношении которого они содержат информацию. То есть это персональные данные такие особые. И он требует представления. У нотариуса есть право в целях предотвращения удостоверения кабальных, мнимых сделок. Он, нотариус, имеет право требовать документы, подтверждающие определенные факты. И в этом случае он требует предоставления справки о доходах. Это говорили про пенсионный фонд. Если лицо не работает, соответственно, можно предоставить справку из службы занятости на численных доходах, соответственно, если нет никакого места работы. Либо предоставляется справка также из пенсионного фонда, но за прежний период, за предшествующий, и согласно этому, также уже исчисляется размер алимента. Спасибо большое. Продолжаем принимать ваши звонки. У нас есть очередной дозвонившийся. Здравствуйте. Говорите, вы в программе. Здравствуйте. Здравствуйте. А у меня такой вопрос, вот, у меня муж мой бывший, он, ну, он алименты не платит, и, в принципе, как бы, ну, мне не нужно ничего. Поэтому мне с ним вместе, если ребенку надо, к нотариусу идти, там документ нужно какой-то составить, что он алименты не платит. Спасибо. А вам для чего такой алимент, такой документ нужен? Для обращения мне вот надо, чтобы получать на ребенка, ну, то, что вы у тебя знаете. Для социальной выплаты, да? Ну, в таких случаях лучше, конечно, всегда заключить соглашение о выплате алиментов. Соответственно, если вы уклоняете от этого заключения, значит, вам алименты не нужны, и ваш доход удовлетворяет потребности ребенка, соответственно, и в этом случае требовать получения каких-то социальных выплат. Логически вы не вправе. То, что для определенных социальных выплат, они установлены, там, доход должен быть не менее, менее, вернее, прожиточного минимума. Соответственно, если вы не заключаете соглашение о плате алиментов, вам не нужны никакие денежные средства от вашего супруга, то, о каких социальных пособиях может идти речь. Поэтому в вашем случае рекомендуется заключить это соглашение об уплате алиментов, и уже, если он не будет их платить, как полагается, тогда уже брать справку от судебных приставов о том, что владельщик не осуществляет этих алиментов. Полина, скажите, пожалуйста, что вот просто было сейчас понятно для наших уважаемых телезрителей, есть такое понятие «я подам на алименты», говорит, как правило, бывшая супруга своему бывшему супругу. И соглашение об уплате алиментов – это разные вещи, либо это все же одно и то же. Это разные вещи. Объясните, в чем разница? Поскольку соглашение об уплате алиментов, оно предполагает добровольный порядок заключения между лицом, который имеет право на получение, и лицом, который обязан. Когда стороны уже достигли определенных соглашений о размере, о сроках, о порядке уплаты, они в добровольном порядке идут к нотариусу, соответственно, волю свою изъявляет, нотариус подготавливает проект соглашения, его удостоверяет, и в этом случае, когда нет никаких спорных ситуаций, этот документ имеет силу исполнительного листа, что очень ценно, поскольку уже в случае неуплаты не нужно проходить никакие судебные процедуры. Сразу уже есть. Да, лицо, которое имеет право на получение алиментов, оно идет либо к судебным приставам, либо в организацию, которая осуществляет выплату заработной платы, пенсии, там, иных каких-то выплат. Но принудить составить это соглашение невозможно. Это добровольное начало должно быть между супругами. Конечно, да. Если же кто-то из сторон, соответственно, платильщик алиментов отказывается от уплаты этих алиментов, отказывается от удостоверения соглашения, соответственно, в этом случае уже в судебном порядке суд понуждает обязанного лица уплачивать эти алименты, сам устанавливая размер, порядок уплаты и сроки. Понятно. Но вот как раз кто определяет размер алиментов, подлежащих уплате по алиментному соглашению, и, соответственно, как определяется размер вот этих платежей? Объясните, пожалуйста. Поскольку это добровольное соглашение, соответственно, оно определяется по соглашению сторон. То есть оно может быть и больше, и меньше, установленного законом? Законом установленный размер только в отношении несовершеннолетних. Я уже озвучивала, в зависимости от количества детей, в сторону которых он обязан уплачивать алименты, в отношении иных категорий лиц, бывших супругов, супругов, братьев, сестер, внуков, и так далее. Эти размеры, они не установлены, они устанавливаются по соглашению сторон. То есть как получатель алиментов устраивает, то они соглашаются. Спасибо большое. 202.11.22. Мы продолжаем принимать ваши вопросы, уважаемые телезрители. Мы работаем в прямом эфире. Дозванивайтесь к нам, пожалуйста. Стануя, конечно, телефоны и сайт Нотариальной палаты Самарской области периодически появляются на ваших экранах. Возьмите, пожалуйста, себе на заметку. Консультанты всегда проконсультируют вас по вашим вопросам, ну и также помогут записаться на прием. И вот, кстати, маленький такой организационный момент. Человек, если обращается в Нотариальную палату, Полина Сергеевна, с какими вопросами можно обратиться? По телефону и по обращению сайта? С любым вопросом по совершению нотариальных действий. Консультируем мы ежедневно, как правило, даже без обеда. Поэтому, если возникают какие-то вопросы по гражданско-правовым сделкам, либо вопросы в работе, связанные с нотариусом, с организацией работы нотариусов, всегда наши двери открыты. Спасибо большое. Про какие документы необходимо представить? Мы уже сказали, но вот нотариус обязан проверить размер заработка лица плачивающего алимента. Если соглашение удостоверяется в отношении несовершеннолетних детей, обязан. Именно поэтому нотариус истребует документ, который подтверждает доход лица, поскольку защитить права несовершеннолетнего является целью нотариуса. В случае других лиц это все осуществляется по желанию сторон. Спасибо. Расскажите, пожалуйста, о процедуре составления этого соглашения. То есть приходят супруги, уже договорившись, как я уже говорила заранее, и что происходит дальше? Вообще сам этот процесс и как долго вставляется это соглашение в пласть алиментов? Лучше, конечно, приходить вдвоем, чтобы потом не было никаких выяснений уже в момент удостоверения. Случается ситуация, когда приходит один родитель, либо одна сторона соглашения в уплате алиментов, рассказывает условия, нотариус, соответственно, проводит беседу, выясняет дееспособность, выясняет волю сторон, выясняет порядок уплаты, размер, сроки, истребует необходимые документы. После проверки документов, если все в порядке, документы все представлены нотариусу, возможно удостоверение в этот же день. Но, как правило, чтобы не было каких очередей, задержек, нотариус назначает на определенный день, один-два дня готовится это соглашение, но, в принципе, не довольно часто удостоверяемое. Поэтому никаких проблем. Да. Скажите, пожалуйста, когда получено уже на руки вот это соглашение, допустим, одному из супругов, какие дальнейшие действия должны происходить? Ну, здесь, соответственно, все зависит от того, каким образом исполняется это соглашение. Если никаких проблем нет, сторонам все устраивает, соответственно, уплачивается в порядке, которые установлены этим соглашением, то все протекает без каких-либо вмешательств. Если же плательщик алиментов, он отказывается от уплаты, здесь уже необходимо обращаться к судебным приставам. Еще раз оговорюсь о том, что в судебные органы не нужно обращаться, то есть это очень огромный плюс. Избегать этих судебных расходов, временных затрат, извещений, направлений, явок в суд и так далее. К судебному приступу по месту жительства должника обращается, приносит это соглашение, либо нотариальную достоверную копию, и запускает, соответственно, исполнительное производство. Полина Сергеевна, скажите, а вот по закону, допустим, если даже один месяц прошел просрочка уплаты алиментов, уже нужно обращаться к судебным приставам здесь, либо уже здесь воля получателя алиментов? Да, воля получателя алиментов, верно. Есть право обращаться, не установленный срок исковой давности для данного вида соглашения. И если нарушается срок, то в течение трех лет можно обратиться и за весь период взыскать эту сумму. Эту сумму. Спасибо. А я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире и ждем ваших вопросов, уважаемые телезрители, по телефону. 202, 11, 22. Но если вдруг ли не занята, дозванивайте. Мы обязательно примем ваш вопрос. И консультант Нотариальной палаты Самарской области Полина Власова ответит на ваш вопрос. Полина, какие способы уплаты алиментов можно предусмотреть в алиментном соглашении? Как правило, алименты уплачиваются либо в твердой денежной сумме, либо в долях от заработка, либо иного дохода оплательщика алиментов. Также возможно предусмотреть предусмотрение имущества в счет уплаты алиментов. Это может быть какие-то товары, первая необходимость, одежда, медикаменты в случае, если уплачиваются алименты на ребенка-инвалида. Также какие-то предметы... То есть не обязательно это деньги чаще всего, да? Да, если, соответственно, определяется способ уплаты имущества, то оговаривается в какие сроки, какой размер, грубо говоря, столько-то костюмов в год и устраивает это стороны. Либо же это предоставление какого-то более крупного имущества, квартиры, жилых домов, транспортных средств. Но здесь тоже нужно обращать внимание, что при удостоверении соглашения, что здесь нужно соблюдать интерес, в первую очередь, ребенка. Потому что удостоверять соглашение, когда предоставляются ненужные ребенку вещи, это... Но это можно предусмотреть, когда ребенок может сказать, да, и может выразить свое пожелание. Ну а если совсем маленький... Ну это очевидно, когда предоставляют какие-то вещи, которые утеряли свою ценность или, в принципе, не представляют никакой ценности. Также, возможно, можно комбинировать способы уплаты, предусмотреть предоставление единовременно денежной суммы, также либо имущество единовременно, и также какой-то доплаты ежемесячно в размере долях от заработка лица. И способов здесь много. А вот, с вашего позволения, давайте рассмотрим такую ситуацию. Ну вот, допустим, нет возможности, там маленькая зарплата, ну нет возможности уплачивать денежным эквивалентом, но есть там, допустим, какая-то недвижимость. И вот они договорились о том, что, допустим, одна четвертая доля перейдет в счет уплаты алиментов. Как это оформить? И вот можно ли сделать именно так? Да, это является как раз одним из способов уплаты алиментов, это предоставление недвижимого имущества единовременно. Соответственно, производится оценка этого имущества. То есть нотариус это тоже может все обеспечить? Да, обязательно выясняется стоимость этого имущества, также доход лица, который предоставляет это имущество в счет уплаты алиментов. И уже выясняется, на какой период данная недвижимость, она может покрыть обязанности лица уплачивать эти алименты. Продолжим. Примем звоночек, просто на линии висит. Алло, говорите, слушаем ваш вопрос. Добрый вечер. Я бы хотела проконсультироваться о заполнении завещаний. И что это за лицо такое? Закрытое завещание, я вот услышала, бывает. Да, есть такое. А может быть вопрос какой-то конкретный? Как его оформить? Чем от простого? Чем от простого заключается? Закрытое завещание, это особый вид завещания. В Самарской области в прошлом году не было удостоверено ни одного закрытого завещания. По всей России их было удостоверено всего 9 штук. Суть этого завещания в том, что никто, кроме самого завещателя, не узнает до смерти содержание этого документа. Как происходит процедура его оформления и удостоверения? Завещатель, соответственно, собственноручно, обязательно, собственноручно записывает на бумаге, соответственно, текст завещания, указывая наследников, указывая какие-то иные завещательные распоряжения, либо лишая наследников. То есть происходит у лотариуса, либо можно дома? Нет, это все происходит дома, в каком-то месте, без участия каких-либо третьих лиц. Потому что, соответственно, суть закрытого завещания – это ограничить всеми максимальными способами распространения информации. Лицо, собственноручно, на бумаге, соответственно, изъявляет свои завещательные распоряжения, запечатывает этот документ в конверт. И вот здесь уже при передаче конверта нотариусу, вот как раз на этой стадии подключается нотариус, заклеенный конверт передается нотариусу в присутствии двух свидетелей. Законом установлены особые требования для свидетелей, они должны быть дееспособны, они должны владеть языком, на котором, соответственно, засняется завещатель. Данные свидетели в присутствии нотариуса проставляют подписи на конверте. И третий этап – нотариус конверт, запечатанный с подписями двух свидетелей. Он помещает другой конверт, на котором уже совершает исполнить удостоверительную надпись, указывая данные завещателя, данные свидетелей. И отметку представляет о том, что разъяснены права об обязательной доле. И помещает этот конверт хранения в специальный наряд, заносит в реестр регистрации нотариальных действий, в реестр единой информационной системы нотариата и в алфавитную книгу. И хранит, соответственно, до смерти завещателя. Так, хорошо. Но когда случаются печальные события, то родственники обращаются к нотариусу? А если они не знают, что было составлено за завещание? Здесь процедура обычная. Розыск завещания здесь производится, как и при обычном завещании. Соответственно, обращаются либо в нотариальную палату, либо к любому нотариусу. Нотариус делает запрос в ЕИС, куда оно внесено. И уже об удостоверении завещания, соответственно, система покажет. Хорошо. А кто открывает это завещание? Да, порядок открытий здесь, конечно, иной. После того, как поступит свидетельство о смерти, нотариус удостоверится о том, что открыто наследство, завещатель умер. Соответственно, не позднее 15 дней нотариус извещает, соответственно, наследников, иных заинтересованных лиц. И в присутствии опять не менее двух свидетелей уже вскрывает конверт, оглашает текст завещания и составляет протокол и свидетельство. Два документа, которые они составляют в одном углу. Протокол в одном экземпляре копия выдается наследникам. Это является основанием наследования. Процедура очень интересная. Да, процедура очень интересная, но однако же популярностью не пользуется, да? По каким-то иным причинам. Скажите, пожалуйста, я не прошу оглашать с вас тариф. Он больше или меньше, чем при сравнении обычного завещания? Да, он чуть больше, но не намного. Больше, не намного. Хорошо, продолжаем разговаривать на нашу тему, продолжаем принимать ваши звонки по телефону 202-11-22-22. Дозванивайтесь. Мы говорили о способах уплаты, а вот какой способ уплаты стороны выбирают чаще всего? И, кстати, почему, на ваш взгляд? Ну, как правило, это в долях от размера заработка, поскольку... То есть это и денежный эквивалент? Да, поскольку, конечно, когда предоставляют каким-то имуществом, это реже гораздо, чем в денежных средствах в размере. И, как правило, в долях от заработка. То есть не в твердой денежной сумме, поскольку обстоятельства меняются, соглашение, как правило, заключается на очень длительный период. Сегодня может быть одна зарплата, завтра другая. Да, как раз установление размера в долях от заработка, оно отвечает и интересам и плательщика алиментов, и получателя, поскольку оно является вот такой не... может изменяться. Инфляция как-то действует, нет? Ну, особо она не действует. Хорошо, а вот есть такие случаи, в которых получатель алиментов может отказаться от своего права? И как это сделать? Поскольку это право, а не обязанность получателя алиментов, соответственно, лицо просто может не обращаться за их получением, не терпить плательщик алиментов, и все, соответственно, останется на своих местах. Но важно также помнить, когда речь идет о несовершеннолетних детях, о том, что плательщик получательный алимент является именно дети, в их интересах удостоверяется соглашение, и такая пассивная позиция, как правило, матерей, с которыми остаются дети, она очень плачевно, в итоге, сказывается на детях. Вы сказали о том, что соглашение это добровольное. Право обеих сторон, скажите, а расторгнуть это соглашение нужно, можно ли? И опять же, у нотариуса... Если какие... Поскольку соглашение длительное, которое заключается на 10, на 18 лет... То есть сроки все-таки есть? Его можно расторгнуть в период его исполнения. Соответственно, если меняется какое-то положение сторон в материальном плане, либо появляются... Даются новые дети у плательщика алиментов. Этот размер, он подлежит изменению. Если стороны согласны, общий порядок, обращаются к нотариусу, удостоверяют соглашение об изменении, вносят изменения в это соглашение, и, соответственно, отношения продолжаются. Если стороны не могут договориться, изменение идет в судебном порядке. Спасибо. Возьмем звонок. Алло, говорите. Вы в прямом эфире. Слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, мы хотим приобрести квартиру с женой совместной собственности по ипотеке. В дальнейшем будем гасить частично материнским капиталом, и у нас будет обязательство на детей оформить доли в этой квартире. Будут ли в дальнейшем сложности с оформлением вот этого вот... У нас же потом будет общедолевая собственность, а не совместная. Вот. Понятен вопрос? Да, вопрос понятен. И как нам лучше оформить вообще все дело? Вам лучше, если есть такая возможность, там, банк одобряет такой вид сделки, вам необходимо сразу приобретать на всех членов семьи. То есть договор купли-продажи оформлять не на родителей, а сразу на родителей и детей. При этом в этом договоре... Да, что есть несовершеннолетние. Да, ну, материнский капитал, он представляется как при аутаж. Да, когда рождаются. Когда есть несовершеннолетние дети. Соответственно, если договор оформляется таким образом, сразу же в этот договор удостоверяйте его нотариально, включайте условия о том, что данное имущество, которое поступило в долевую собственность, является собственностью каждого из супругов. И уже при... если будет такая фраза в договоре купли-продажи, этот договор, второй условий, должен быть обязательно нотариально удостоверен, потому что договор, содержащий элементы брачного договора, подлежат обязательному нотариальному удостоверению, уже впоследствии при расторжении брака, либо при... в дальнейшем отчуждении, либо в случае смерти одного из сторон этого соглашения, собственность будет являться уже личной собственностью, и никакого раздела не будет подлежать. Это наиболее удобный механизм, который сейчас наиболее часто применяется. Спасибо. Очень важно, если кто-то к нам не сразу, не с начала программы присоединился, Полин, какие действия необходимо предпринять при неисполнении плательщиков алиментов своих обязательств? Повторите, пожалуйста, потому что это очень важная и ценная информация. Если плательщик алиментов отказывается от уплаты, не нужно тянуть, ждать 2-3 года, обстоятельства могут изменяться, необходимо обращаться незамедлительно к судебным приставам. То есть не к нотариусу, не в суд, к судебным приставам? Непосредственно к судебным приставам по месту нахождения, либо по постоянному месту жителей, либо преимущественно проживание плательщика алиментов. Также существует альтернативный способ, это направлять соглашение о плате алиментов в организации, в которой работает, если такова имеется, либо которая осуществляет выплату стипендий, иных сумм к существованию, то есть сумм возмещения вреда жизни и здоровью. Два вида исполнения. Жизненные ситуации всякие же бывают, да, согласитесь, и сегодня есть работа, завтра случилось так, что человек теряет работу. Скажите, вот эти, если составлено уже соглашение об уплате алиментов, эти изменения заранее можно прописать в этом соглашении? Конечно, можно, да, если, возможно, предусмотреть все риски. Если же плательщик алимент теряет работу, возможно, предусмотреть на этот период более-менее, меньший размер уплаты алиментов. Это очень гибкое соглашение, в принципе, так и удобнее делать. Так удобнее делать. Ну вот, а что является основанием для расторжения алиментов в соглашении? Его неисполнение по общим правилам расторжения всех гражданско-правовых договоров. И если же соглашение заключено в отношении несовершеннолетнего, грубо нарушает его права, законы и интересы, тогда любой трудоспособный член семьи, либо родитель, либо иной член семьи, органы опеки или прокурор, они могут обратиться в судебные органы за расторжением данного соглашения. Спасибо большое. Наше время подошло к концу. Спасибо всем тем, кто был сегодня с нами. Следите анонсы телеканала «Самара ГИС». И мы увидимся в программе «Территория права». Всего хорошего. Спасибо. До свидания. Спасибо.